и снова привет друзья привет всем кто продолжает путешествовать по просторам игры клондайк совсем немного уже не открытых локаций осталось у меня на карте поэтому отправляемся сегодня в одну из них это локация великое озеро великое озеро летим на самолете пока керосин позволяет и давайте смотреть что же нас здесь ждет квесты и одно всего лишь задание разбить 12 рунических камней подарок будет за эти камни квесты будут как домашние так и здесь местные на локации пересекаются они постоянно и будут нас немного задерживать время потому что придется потратить чтобы делать какие-то ресурсы дома производить начинаем вырубать объекты вроде бы сначала кажется что небольшие ну в принципе они и дальше то небольшие там камни 110 в основном самые большие это их не так и много вот такие разноцветные камушки выпадают из одной из рун которую мы находим их нам еще один из штук но пятидесятых вот этих камней будет много это в принципе для нас не проблема склад от того места куда мы прилетаем находится довольно таки далеко поэтому энергетиками сразу запасайтесь ну чтобы бить вот эти 50 камни а в остальном ничего сложного вот такой кусок открывается у нас сразу и давайте еще несколько объектов обработаем видимо где-то где-то мы уже недалеко совсем от склада который нам нужно здесь построить забор три штуки мы будем открывать поэтому завозите ресурсы сразу на 3 и вот показалось вот это строение центральное строение локации наш склад но пока мы не можем выполнить это не открыть вернее забор этот потому что нужно дома выполнить квеста конечно все это дело мы выполняем приезжаем еще раз теперь нам нужно поговорить с шаманом шаман появляется вот в этой части локации и говорит что нужно помочь конечно же нашим друзьям у них какие-то странные узоры появились на рунах надо узнать откуда открыть ворота и двух оленей поставить кормить на локации открываем еще вот этот кусочек карты руны появляются и такой симпатичный озеро жаль что она неактивная могли бы там что-то и запустить замутить строим вигвам центральную постройку построили смотрим что в ней можно делать сейчас посмотрим руна еще одна готова оленей двух штук мы запускаем но не запускаем ставим на локацию сначала их нужно накормить солью а потом уже из тюков которые здесь же на локации можно будет сделать мы будем кормить ну 9 раз всего по 9 сырных палочек 15 этот энергетиков мы с них всего будет получать 8 штук собрать этих самых сырных палочек но какое-то время приходится подождать опять же время немного потратить и давайте соберем и смотрим что будет дальше 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 у нас квест вообще простой едем домой меняем какое-то количество коллекции ну по 10 штук простых коллекций это все легко следующие ворота открываем и доступна новая часть карты теперь нужно поменять ступки найти магические кристаллы и разноцветные камушки по определенному количеству из этих выпадает из сороковых вот это красные а из тридцатых вот эти симпатичные синенькие камушки ну это все пока отправляется на склад сейчас мы их наконец-то используем все какое там задание опять ступок остается нам сделать все у нас привезено и кристаллы собраны квест выполнен 14 шпона теперь нас немного тормозят но это уже чуть позже мы конечно сделаем продолжайте исследовать территорию и конечно же найдете в следующие ворота олени тем временем позолотели давайте глянем что же из них выпадает стоит ли нам еще там будет впереди их делать готова потому что камушки эти цветные у нас остались как раз еще на какое-то количество олени нам хватит вот в этой стороне в углу еще одни ворота мы обнаруживаем давайте почистим немного кусты травы что они нам не мешались деревья вот такие тоже симпатичные здесь нарисовали деревце просто деревце ворота открываем открывается угол локации еще один и какое-то количество вишни груши и хлопка нужно собрать дома мы все это конечно сделаем и давайте пока вот этот уголок немного почистим обработаем по открываем еще руна появляется еще парочку долбим уже здесь на открытой территории вот эти камушки как раз будут нужны нам еще чтобы сделать на шестерых оленей хватит камни большие да вот так вот чудесным образом у нас пропадают руды продолжаем долбить всего несколько штук то есть это уже не несколько а две последних и подарок за эти руны мы получаем дома конечно же мы его откроем посмотрим что там нам приготовили разработчики смотрим дальше разжечь костер наконец-то мы его можем разжечь но 20 ступок сначала нужно сделать эти ресурсы конечно же у нас уже есть ничего сложного здесь не происходит задание выполнено костер ну все просто горит костер ничего с него не происходит с ним домашние квесты опять же повозки шапки виноград это все просто и а вот как они называются это священные ворота привозим некоторые ресурсы открываем принципе уже мы идем к завершению как бы но ничего так интересного до сих пор и не произошло в принципе кусок карты долбим открываем встречаем от этого нашего шамана туземца и он говорит спасибо чужеземец и думаю тебе понравится наши дары ну немного какая-то незаконченность или непонятно как то это все происходит какие дары он имел ввиду я не понял честно говоря может быть вот этих оленей которых мы обнаруживаем или какие-то вот эти 45 здесь будут ящики что-то в них необычной но вроде бы все все как обычно ничего нового мы не видим может быть он имел ввиду подарок за за руны которые мы разбили дома мы конечно же этот подарок тоже откроем и посмотрим тоже это нам такое удалось заработать немного совсем остается почистить но это уже просто вопрос времени энергетиков уже потрачено было но не то что много принципе локация простенькая если помощник вам оказывает помощь помогает вырубать вот эти большие камни то вообще здесь все по легкому происходит вот такой бардак небольшой сейчас они полетят все это в кучи наши ресурсы ну и вывозить конечно не так уж и много в этот раз нам придется несколько небольших камней и и глина где-то маленькая еще сейчас мы вырубим и останутся всего лишь нам на для работы вот эти 110 камни оленей конечно же шестерых мы еще сделаем золотых превратим и на этом принципе здесь делать останется уже совсем нечего трое здесь у нас уже готовы но не то чтобы готовы то есть по 3 мы собираем у них сырных палочки 4 еще пять штук они нам принесут но и подождать придется пока эти шесть оленей позолотеют потом мы уже их всех вместе пачпугаем посмотрим сколько энергии насыпется и какие ресурсы сколько сырных палочек все локация практически расчищена давайте а глина вот еще одна осталась не убрали мы ее но сначала бардак вот этот подчистим одна глина и где-то два кусочка травы и маленьких кустика вернее добиваем добиваем и вот так вот ребята все очень просто и красиво получилось фиг вам фиг вам получаем дома мы посмотрим что это за постройка красиво конечно да озеро жаль что она не активно и больше нас здесь как бы ничего не держит кроме вот этих вот оленей которые по 40 минут пасутся здесь на локации и приносит нам сырные палочки вот эти трое у нас я думаю тоже будут готовы и один олень почему-то вот под залип немного придется 40 минут еще подождать чтобы тоже позолотил и потом уже все эти золотые статуи конечно же разбить на подарки это очень даже всегда бывает интересно ждем какое-то время расставляем вот так вот этих оленей и давайте давайте последний штрих конечно же разбиваем эти золотые статуи поселение на локации тоже можно сделать после того как все здесь завершилось и если бы камни эти можно было как-то заработать камушки вот эти разноцветные то олени в принципе можно делать и делать но только за изумруды вы нигде нам этих камней ну может быть будущем когда-то где-то на каких-то локациях появится смотрим сырные кусочки не палочки они а кусочки оказывается 90 штук ну что ж приятно тоже энергетики всегда нам пригодятся летим домой открываем подарок но не знаю про него ли говорил этот шаман эскимос во всяком случае вы сами видите что падает три изумруда какой-то там печенка и энергии какое-то количество совсем даже немного завершилось наше путешествие практически осталось поставить вигвам вигвам мы конечно же построим и четыре человека можно нанять здесь четырех рабочих нанимаем сейчас посмотрим куда их определить и что делать с этим дальше продолжается соревнование посвященное дню рождения клондайка и конечно же мы в этом продолжаем принимать участие в локации клубничный бум собираем и собираем и производим ресурсы не забываем заходить каждый день в игру за подарком еще пару штук осталось нам собрать от разработчиков ну и конечно же копим энергию ждем следующих обновлений на этом все добавляйтесь друзья играйте в клондайк пишите если кому-то нужна помощь в разумных конечно пределах удачи всем и до новых встреч на канале